Сверюй, верюйте, свиньи, Даже стойте, где Христово, Родинство! Я дышу на то, за радость, как придет, Сто в беседе, дай радость, как Христов! Я дышу на то, за радость, как придет, Сто в беседе, дышу на то, за радость, как Христово, Родинство! Я дышу на то, за радость, как придет, Сто в беседе, дышу на то, за радость, как Христово, Родинство! Я дышу на то, за радость, как Христово, Родинство! Я дышу на то, за радость, как Христово, Родинство! Я дышу на то, за радость, как Христово, Родинство! Я дышу на то, за радость, как Христово, Родинство! Слава нашему Господу! За прекрасное время, которое мы сегодня имеем, я в первую очередь хотел бы вас всех поздравить с Рождеством Христовым, с этим радостным праздником, когда небо, аж земля ожидающая спасения, и вдруг небо открылось, и возвещается великая радость. И я прочитаю это место, это Луки, 2 глава, 10 стих. И сказал им, ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленные воинства небесные, славяющие Бога и взывающие. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение, слава нашему Господу за то, что небо открылось однажды для спасения нашего. Вы знаете, здесь, в этой стране, в магазинах, на радио, везде поется такая песня, как-то она мне самое большее запало в сердце. Это самое прекрасное время года. Рождество Иисуса Христа, вся страна говорит, все везде поют, что это самое прекрасное время года. Братья и сестры, особенно для нас, христиан, это самое прекрасное время года. Я не знаю, как те ощущают этот праздник, те, которые не имеют рожденного Иисуса, те, которые им ангел не сказал в их сердце, они еще не поняли эту радость, как они на это смотрят, Рождество Иисуса. Но мы, Церковь Иисуса, мы сегодня ощущаем, мы сегодня переполнены этой самой великой радостью, о которой говорили ангелы. Мы сегодня можем с ангелами прославить Иисуса. Мы сегодня можем от всего сердца воздать Ему хвалу, потому что Рожденный, Он раздился в наших сердцах. Он пришел сегодня в твое сердце, чтобы ты восхвалял Его и говорил, слава Вышних Богу. Вместе с ангелами говорил, слава Вышних Богу. Он достоин славы, Он достоин хвалы. Братья и сестры, разве это не чудесно? Разве это не прекрасно? Сегодня говорить, что это самое прекрасное время. Это самое лучшее время года, невзависимо, как Он проходил, как Он у тебя двигался, или что ты переживал. Но когда приходят эти праздники, ты по-настоящему начинаешь ощущать любовь Бога к этой земле. Любовь Бога к тебе, любовь Бога к твоей семье. Принимай ее сегодня, принимай ее сегодня в этом служении, в этой молитве. Это самое прекрасное время для тебя. Давайте прославим Иисуса, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы благодарим Тебя, что ангелы пришли на эту землю воздать Тебе славу. Аллилуйя! 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 Что небо пело, слава Вышних! Что небо пело, слава Вышних! И на земле мир, и мир пришел, и мир наполнил. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус, что ты родился для нашего спасения, что ты родился для нашего прощения, Отец! Слава тебе, что ты послал Сына Своего Единственного на эту землю, Господи, чтобы свет воссиял, чтобы правда и истина восторжествовали! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы воздаем хвалу тебе! Мы воздаем славу Вышних Богу! Мы воздаем славу! Мы принимаем от тебя мир! Мы принимаем мир, который дан через Иисуса, через Сына Твоего на эту землю, Отец! Благодарение Тебе! Благодарение Тебе! Благодарение Тебе, Господи! Благослови это служение! Господи, наполни наши уста! Если мы даже никогда на протяжении всего года, наше сердце было закрыто для словословия имени Твоего в этот самый прекрасный день этого года, о котором поют все песни, чтобы церковь Твоя, чтобы сердца народа, она самая прекрасная выглядела сегодня, славя имя Иисуса! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Господи! Благодарим Тебя, величаем Тебя, Отец, за самое прекрасное время года, которое мы имеем в эти дни, Господи! Да возвеличишься Ты, чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Благодарим! 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 Ветриеме Он родился в яснах бедных, Поселился Царь Господь, Иисус Христос. Слава земля Его величия, Царь рожден для славы вечной. Царь царей, Иисус Господь, Ветриеме Он родился в яснах бедных, Поселился Царь Господь, Иисус Христос. Слава вышних, вышних слава, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава вышних, вышних слава, Аллилуйя, Аллилуйя. Благости, благоволенья, Радость, мири всем спасенье. Царь царей, Господь, принес прощенье, Людям небеса ликуют славе, Торжествует вся земля. Благости, благоволенья, Аллилуйя, 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 Иисус Христос. Слава земля Его, величний царь, Рожден для славы вечной царь царей, Иисус Господь. Блиioni, Он родился в ясных бедных, Поселился Царь, Господь, Иисус Христос. Славь земля Его, величье Царь, рожден для славы вечной Царь Царей. Иисус Господь, в Иеме Он родился, в яслях бедных поселился Царь Господь. Иисус Христос, слава Вышних, Вышних Слово, Аллилуйя, Аллилуйя. Иисус Христос, слава Вышних, 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 Вышних Славь земля, Его величие царь рожден, для славы вечной царь царей, Иисус Господь. В Вифриеме Он родился, ясно бедный поселился, царь Господь, Иисус Христос. Славь земля, Его величие царь рожден, для славы вечной царь царей, Иисус Господь. В Вифриеме Он родился, ясно бедный поселился, царь Господь, Иисус Христос. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Мы желаем нам этой жертвой нехвалы и поклонения. И это благоухание, Господь, было приятным для Тебя. Соединяясь с небом, Господь, и с искупленной церковью, которую и Ты создал, Господь, с рождением ми. Господь, мы в радости сердца славим Тебя. Слава вышенной, мир на земле, ибо Ты родился Царь, Ты же, Господь, спаситель, и себе предложит вся слава на небе и на земле. Аллилуйя! Слава высших мир землі, повна родився царь. Я вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Слава высших мир землі, повна родився царь. Я вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Колись в містечку виклиєм, каже Біблія свята. Марія, діва, сина там, сповила в день різок. Слава высших мир землі, повна родився царь. Я вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Слава высших мир землі, повна родився царь. Я вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Там пастухи, овець спасли, Побачили нову царю. Почули дівний спів з небес, Родився царь. Слава высших мир землі, повна родився царь. Для вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Дай буде мир на землі і в серцях, Лина слава, Богу пісня. Солята, дивна, неземна, Зі сходу вела мудреців. Слава высших мир землі, повна родився царь. Для вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Слава высших мир землі, повна родився царь. Для вас, Бог, дав спасителя, Корангельский співок. Родис піва Ісус, слав. Під днеж匄 з вона смав. Родис піва Ісус, слав. Під днеж匄 з вона смав. Під днеж匄 з вона смав. Господь, восклицает вся земля, и полна славы Твоей, Господь, ибо Ты даруешь, Господи, эту радость и утешение предстоять лицу Твоему, Твоему с новой песней в устах наших. И Ты, Господь, творишь все новое, и этот день Ты сотворил для нас, Господь. И мы, поклоняясь Тебе, желаем воздать всю славу, потому что вся земля, все небо ликует, Господь. И мы благодарим за Твое рождение, и потому, поднимая к небу наши взоры, Господь, поднимая наши руки, пусть непрестанно, всегда не умолкая, льется песнь хвалы и поклонения Тебе, ибо Ты, Господь, жизнь и радость наша. Вся земля полна славы и хвалы, Любовь Отца нам явилась, Сыне, и шоцглась в небе яркая звезда, А нам, мой друг, светит ярко и до ныне, Иисус, Иисус. Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, Чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус. Иисус. Мой Иисус, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, Чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус. Иисус, мой Иисус, подними к небу руки тогда, Льется пусть слава и хвала Иисусу. Ликуй земля, ведь открыт ты небеса, Родился царь, и грех мира разрушен, Иисус. Иисус, Иисус, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, Чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус. Иисус. Иисус, мой Иисус, Ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, Чтоб всегда со мною быть, спасителем не стать, Иисус, ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир, Иисус. Иисус, мой Иисус. 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 Иисус, Иисус, Ты родился в этот мир, Чтобы жизнь не дать, Чтоб всегда со мною быть, Спасителем не стать, Ты любовью Своей Изменил меня, Изменил весь этот мир, Иисус. Иисус, Иисус, Ты родился в этот мир, Чтобы жизнь не дать, Чтоб всегда со мною быть, Спасителем не стать, Ты любовью Своей Изменил меня, Изменил весь этот мир, Иисус. Иисус, Мой Иисус. Аллилуйя, Слава Тебе, Иисус, Что Ты изменил меня, Ты изменяешь этот мир, Господь, И Твой мир превыше всего, Желая, поклоняясь, Славить имя Твое. Аллилуйя, В собрании святых, Да будет вся слава Тебе, И благословение на народе Твоем. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Он родился. Аллилуйя. 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 Сегодня особенный праздник. И особая радость у детей Божьих. Программа очень насыщена, поэтому, братья и сестры, чувствуйте себя свободно. Если кому-то тяжело стоять, можете сидя. Главное, чтобы была радость в сердце. Радость совершенная. И если мы правильные взаимоотношения с Господом, то мы будем радоваться особой радостью, потому что пришел на эту землю «Спаситель Христос Господь». И как в одной песне поется «Тайна воплощения». Ангелы склонились. И вошел Спаситель ночью Вифлеем. Слава Ему! Поскольку программа насыщена, я приготовил проповедь, но будем сокращать. И я, надеюсь, продолжу сейчас первую часть, а вторую часть продолжим в другое время. Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве примет и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил». Сам Господь даст вам знамение. И это действительно знамение. Дева родила сына. Аллилуйя! Слава Иисусу, братья и сестры, что Он оставил славу неба, пришел на эту землю, чтобы дать совершенную радость человекам, чтобы спасти людей от грехов их и дать жизнь вечную. Это наша цель. Это наше движение на этой земле, чтобы иметь встречу с нашим Спасителем, Господом Иисусом Христом. Пророк Исаия еще задолго до этого события пророчествовал или говорил вот эти слова по велению Духа Святого, что придет время, и дева примет в очреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Эммануил – это значит «с нами Бог». Братья и сестры, подумайте. С нами Бог. Не идолы какие-то, не истуканы, но живой Господь, который пришел и умер за мои и твои грехи, мой брат и сестра. Другого не было выхода, не было другого способа. Надо было Богу прийти на эту землю, принять плод человека, по виду став, как человек, чтобы умереть за человечество. Это любовь Божия явилась. Это доказало Голгофа. Если бы не было воплощения, не было бы и Голгофы. Но слава Иисусу, что он пришел на эту землю. Он сказал «Вот иду исполнить волю твою Божию». И он это совершил. Братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на три семьи. Когда в семье муж и жена любят друг друга, и особенно когда первый ребенок рождается, младенец, я полагаю, что там есть радость. Правда? Есть радость. И особенно когда поначалу еще нет детей, а потом все-таки ожидается ребенок, и есть радость. Но согласитесь, что радость в узком кругу. Радуются родители. Ну, бабушка с дедушкой радуются. Еще какие родственники там немного. И круг замыкается. Ну, давайте посмотрим на вторую семью. В Израиле был священник Захария и жена его Елизавета, первая глава, Ивангелет Луки. В этой семье не было детей. Всю жизнь. И Захария уже стал стар, и жена уже все. Кажется, не было надежды. Но когда мы читаем эту главу, первую главу Захарии и Елизавете, мы видим, что все-таки Захария молился. И это было важно иметь детей, особенно в то время в Израиле. Это если нет детей, это как какое-то поношение на семье. И вот является ангел Божий Захарий, когда он совершает свое служение и возвращает ему, что у тебя родится сын. Мы знаем из Слова Божия, что он не поверил словам ангела. Говорит, как это будет? Уже все. Я старый, жена в летах преклонных. И я обратил внимание, что эта семья, они были беспорочны, они поступали по всем заповедям Божьим. Но вот детей не было. И вдруг ангел возвещает, что родится, значит, сын у вас. И что характерно, я заметил, что ангел говорит, что родится сын, нарочешь ему имя Иоанн, и будет о его рождении, многие возрадуются. Обратите внимание, многие возрадуются. Уже я хочу сказать не узкий круг, но многие возрадуются. Почему? Потому что Иоанн, он будет велик. Ангел сказал, он будет велик пред Господом. Он как приготовит путь для пришествия Сына Божия на эту землю. И мы, когда пришел Христос и совершал служение, и он об Иоанне сказал, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. И читая внимательно первую главу, мы видим, что когда родился Иоанн, то и соседи радовались, и родственники радовались. Многие возрадовались о рождении Иоанна Крестителя. Мы не будем особо распространяться, но я хочу обратить ваше внимание на Иосифа и Марию. И ангелы возвестили пастухам. Мы слышали, слово Божие знаем. Ангелы сказали, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ангел возвестил пастухам, простым людям. Они содержали стражу у своих стад, и вдруг ангел им пристал. И говорит, великую радость, которая будет всем людям. Аллилуйя! Слава Иисусу, братья и сестры! Это не узкий какой-то круг, это не только там многие возрадуются, но это слово, обратите внимание, что радость будет всем людям. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, и чтобы вернуть человека на небо, на то, чтобы иметь встречу с Господом, вернуть то положение, которое он потерял, надо было умереть Сыну Божьему на Голгофе. Аллилуйя! Слава Иисусу! Эту радость, мой брат и сестра, надо хранить. Пастухи, они не замедлили пойти туда, они сказали, они поспешили, они сказали, пойдем, в Вифлее посмотрим, что там случилось. Братья и сестры, может быть в нашем собрании есть те, которые еще не имеют этой радости о рождении Господа Иисуса Христа. Может быть, кто-то смотрит нас по интернету и тоже думает, а есть эта радость или нет? Это Слово Божие говорит, это не человеческое Слово, это ангел Божий возвестил, что эта радость будет всем людям. Об этом говорили пророки, об этом говорит Слово Божие, апостолы и последователи Иисуса Христа. Мы сегодня говорим Словом Господним, что эта радость принадлежит всем людям. Из всякого колена народа, племен и языков может прийти человек к Господу и вкусить вот эту радость, узнать, как благ Господь. Так если сегодня есть в нашем собрании, может быть, кто-то не имеет этой радости, мы будем молиться. В этой молитве скажи Иисусу, что ты хочешь познать Его, что ты хочешь Его принять и радость от Духа Святого наполнит твое сердце. Ты узнаешь, что такое рожденный Спаситель, который умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания. Я хотел бы, чтобы эта радость постоянно была в народе Божьем. Поэтому, братья и сестры, давайте встанем пред нашим Господом и воздадим Ему славу, что Он оставил небо и пришел на эту землю, принял плод человека, пролил свою святую кровь, во имя Господа Иисуса Христа. Молимся, славим нашего Господа. Аллилуйя, аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя, 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 аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О Господь, Ты с нами, Ты здесь, Господь, Дух Святой, совершай работу, совершай работу в народе Твоем, совершай работу в каждом сердце, во имя Господа Иисуса Христа, благодарим Тебя, благодарим Тебя, аллилуйя, 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 аллилуйя. О Господь, хвала имени Твоему, хвала имени Твоему, Господь, Господь, Ты пришел на эту землю и даешь жизнь вечную, даешь спасение, благодарим Тебя, народ Твой молится, Дух Святой, совершай работу, кто ослабел, поддержи рукою Твоей, да будет радость в сердцах народа Твоего, да будет мир и благословение в домах народа Твоего, Господь, аллилуйя, альфа и омега, Сын Божий, мы благодарим Тебя, Иисус, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Господа неба и земли, что однажды Ты пришел на эту землю и совершил спасение рода человеческого, аллилуйя. Пусть эта песнь хвалы и благодарности всегда звучит в наших устах, в наших сердцах, аллилуйя. Вечному Богу да будет слава, слава Иисусу, что Ты пришел на эту землю, родился, воплотился, слава Тебе, аллилуйя. О, мы благодарим Тебя, что Ты взошел на Голгофу, на этот крест, чтобы нам дать жизнь и жизнь с избытком. Мы благодарим Тебя, что Ты не только умер, но Ты воскрес для нашего оправдания. Слава Тебе, Иисус, Сын Божий, Тебе мы воздаем славу и Тебе поклоняемся в этот день воскресный, в этом собрании. Господи Боже, Дух Твой святой да утешит каждое сердце, если у кого еще не достает этой радости, коснись Духом Святым. Любовь Твоя да и зальется в сердца народа Твоего еще в большей мере, и благодать Твоя да будет на станом народа Твоего. Во имя Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодарим Тебя, вечный Бог, Отец. Радуйся мир, Христос нас ждет, Земля и кровь, и мир, 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 и мир. Земля Твою, Твоя сады, и садовы, и то есть нашество, и то есть нашество, и то есть нашество, Земля Твою, 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 Т ПЕСНЯ 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 Спала земля темнотою обята, Звезды бросали лучи косые, И не было тех, кто мощным набатом Ее встряхнул бы для встречи с Мессией. А надо было бы, очень надо, ударить в литавры, ударить в гонги, И всех пробудив послать отряды. С вестью рождественской по дорогам и спящих тревожа живым монологам Все рассказать предельно ясно, Что мир к ним вернулся, нарушенный с Богом, Славном посланце, лежащим в яслях, Что спать преступление в такое время, Когда небеса открылись пред младенцем, Забило с Божьего Сына сердце, И снова бежать, бежать в столицу, Где знать, что укрылась в роскоши пышной, Где в храме листают святые страницы, А детям тайно приговор пишут. А позже двинутся массой народа Со множеством факелом к царским покоям И плотным кольцом, разместившись у входа, Принудить Ирода план перекроить, Разрушив преступнейшее намеренье, И заосное дело придав оглашенью Его повести на поклоненье. И там принародно лишить полномочий За умысл страшный, за все злодеяния, И в чудном блаженстве Рождественской ночи Мессии присвоить царское звание. Но было не так, готовилась бойня, Точились ножи, заострялись копья, И гвардия Ирода, вскоре бойко Невинных детей обогрела кровью, А тот, кто оставил на небе троны, Надежно сокрыт под рукой покровителя, Что всем обездоленным и угнетенным Явиться спасителем. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Место, которое я хотел бы зачитать, это история Матфея, записанная 2 глава с 9 по 11 стих. Все мы знаем эту историю, когда волхвы ушли от царя и направились в то место, где находился младенец. Я читаю, они, то есть волхвы, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась на местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, и матерь его, и пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Дорогие друзья, я сейчас не буду вас призывать, чтобы мы совершили какое-то особое пожертвование материальное. Поверьте, что Иисусу нужно, и Он ищет и смотрит сейчас даже на этом месте, чтобы было открытое сердце. Слава Ему за это! И я бы хотел продолжить, возможно, ту мысль, которую брат Василий начал. Обратите внимание, 10 стих. Волхвы, увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Слава нашему Господу за эту радость, которую Он принес на эту землю. И в нашей жизни, я думаю, каждый из нас, может быть, еще кто-то этого не пережил, Иисус Христос родился в нашем сердце. И действительно, как вот эта вот звезда, освещающая путь, загорелась в нашей жизни. И сам Иисус Христос, ведя нас по этому жизненному пути, Он освещает нам путь. Аллилуйя Ему! Поэтому давайте, вставши на наши ноги, мы возблагодарим еще раз и прославим Его великое имя за то рождение, которое произошло в нашей жизни, в наших сердцах. Поблагодарим Его за это! Аллилуйя! Славим Тебя, наш вечный, дивный, чудный Господь! И в этот час, Господи, мы вновь обращаемся к Тебе в молитве. Благодаря и славе имя Твое, ибо Ты единый, достоин славы. За ту великую тайну воплощения, которую Ты совершил через Сына Твоего Иисуса Христа, Отец Небесный. За то великое спасение, которое Ты открыл каждому человеку на этой земле. Славим Тебя, Господь! Величаем имя Твое, Господь! И эти приношения, которые мы хотим совершить, просим Твоего благословения, чтобы они были действительно для славы имени Твоему, Господь. Но особо прошу, чтобы в сегодняшний этот день во всех наших суете и подготовке действительно мы имели великую радость и торжествовали в Твоей славе, в Твоей силе, в Твоей победе, Господь, ибо Ты это все открыл нам, каждому из нас. Благодарим Тебя еще раз, величаем имя Твое, да будет оно прославлено, ибо Ты един и достоин славы и хвалы, наш Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы сейчас все вместе будем петь Спас народився в Диве Марии у Вифлееми. Спас народився в Диве Марии, у Вифлееми, у Яслях на Синьи. Аныйли спевают, добру навстречают, славу, славу, дай Боги! а а мария мать радость сердце бога прославляет а а . а а а м м для нас югориство Мы ныне все свящаемо, на небе слава Его заспеваемо. Слава, 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 слава Его. Аллилуйя. Слава, 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 слава Его. Аллилуйя, 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 спас народы для нас. Аллилуйя, 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 спас народы для нас. Мы еще хотим спеть одну из песен, которая говорит, что Снова Рождество, Рождество, и снова я вернусь туда. Снова Рождество, и снова я вернусь туда. Где не бывает зим, где не приходят холода. Там тихою молитвой Богу помолюсь. Спасибо, что когда-то родился для меня Иисус. Снова Рождество наступило. Снова небо нам эту радость подарило. Пусть не угасая, светит над землей. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Снова Рождество наступило. Снова небо нам эту радость подарило. Пусть не угасая, светит над землей. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Снова Рождество, ведь не забыть нам никогда. Посланной с небес любви, что подарил Отец. Пусть тихая молитва льется к небесам. Тебя благодарю, мой Бог, за день, когда сошел ты к нам. Снова Рождество наступило. Снова Рождество наступило. Снова Рождество наступило. Снова небо нам эту радость подарило. Пусть не угасая, светит над землей. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Пусть не угасая, светит над землей. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Снова Рождество, снова Рождество наступило. Снова небо нам эту радость подарило. Пусть не угасая, светит над землей. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Та звезда, что в небо нас глядет с тобой. Та звезда, что в небо, нас ведет с Тобой. Та звезда, что в небо, нас ведет с Тобой. От всех направлений деятельности церкви приветствовать вас именем Господа Христа Иисуса и поздравить вас с Днем Радости. Поздравить вас с праздником ликвидации страха, потому что рождение Христа Иисуса – это и радость, и ликвидация страха. Мы сегодня, приветствуя вас, приветствуем в лице вашем всю славянскую диаспору, живущую в городе Сакраменто. Мы от имени Церкви Свет Евангелия приветствуем всех тех, которые уже долгое время живут в Сакраменто, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, всю русскоговорящую диаспору, украиноговорящую диаспору тех, кто уверовали в Христа Иисуса и приняли Его своим личным спасителем. Господь да даст вам сегодня еще более и более познать Его, нашего рожденного Христа Иисуса, который есть спаситель всех. Слава Богу! Вообще, друзья мои, Рождество – это величайшая тайна. И кто может воспрекословить тому откровению, которое произошло там, в Вифлееме? И апостол Павел пишет и говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедован в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Аллилуйя! Вообще, друзья мои, рождение Христа – это не только тайна, это принятие ограничения или ограниченности земли. Писание говорит, что Он родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Друзья мои, древнее пророчество, которое прозвучало, момент, когда народ израильский шел в землю обетованную, гласило так. Вижу его, но еще ныне нет. Зруй его, но не близко, ибо восходит звезда от Якова и восстает жест от Израиля. Слава Богу, что рождение Христа Иисуса принесло свет к просвещению язычников и власть искупления тех, которые были подвержены закону греха. Через Христа Иисуса мы имеем жизнь. Слава Богу! И давайте мы сегодня, еще раз ставши на ноги, возблагодарим Господа, прославив Его, потому что Он достоин славы. Пойдем в Вифлеем в молитве нашей и посмотрим, что совершил там Господь для нас. Аллилуйя! Будем благословлять Его имя. Господь, мы хочем прославить имя Твое Святое. Мы хочем возвеличить Тебя, Бога нашего. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей чести. Ты достоин всей благодарности, потому что Ты наш Иисус. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Мы благословляем Тебя за рождение, Господь, Твое заявление на эту землю. Ты, Господь, принял для нас все. Слава Тебе! Принес для нас все. Поэтому, Господь, прими благодарность и славу. И пусть это служение, которое мы имеем сегодня, будет радостью для всех тех, кто, Господь, имеет отношение с Тобой. Тебе слава во имя Иисуса. Мы молимся. Аминь. Тебе слава во имя Иисуса. Тебе слава во имя Иисуса. Аминь. Тебе слава во имя Иисуса. Аминь. Тебе слава во имя Иисуса. Аминь. Тебе слава во имя Иисуса. ПЕСНЯ 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 Христос народився! ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 благодать. Я благодарю сегодня всех вас, кто служил нам, музыканты. Вы сегодня по-настоящему вернули нас лет, наверное, на 30. Вот, я помню детство, сегодня вспомнил детство. Это в детстве, когда собирались верующие по домам, они брали аркадион, гитару, мандолинку, балалайку, домру и все остальные. И радости было, братья и сестры, и радости было много. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог благословит всех вас. Знаете, вот праздничные собрания самые непростые, особенно для проповеди, потому что так много эмоций. Люди спешат домой, думают о кухне. Странина, говорил, часто думают о пирогах, но пироги будут потом, здесь и Странина сказала. Вначале нужно слава, слава Господу, чтобы пришла. Но я молился, говорит, Господь, дай мне слово, которое могло бы не просто просто быть праздничным словом, но могло бы вас сегодня вдохновить. Хочу прочитать два стиха всего лишь Писания, и мы об этом с вами порассуждаем. Луки 2, глава 7, стих. Написано так. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им место в гостинице». И 19 стих этой же главы. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Можно я задам для вас вопрос? Что для вас является Рождеством? Какие чувства оно приносит ваше сердце? Когда речь идет о Рождестве, часто мы, наверное, думаем, особенно хозяйки, думают, надо подготовиться, потому что это особенное время на кухне, когда нужно пригласить много гостей, нужно всем угодить, и чтобы все было хорошо. Но по-настоящему, когда мы говорим о Рождестве, какое впечатление есть в вашем сердце? Что знает ваш дух о Рождестве? Я не говорю сейчас о знании, которое здесь, есть что-то в нашем сердце, есть ли акции, есть ли в вашем сердце праздник для Марии и для всех других того времени это было особенное время. Поэтому тема моей проповеди сегодня послание Рождества. Я не знаю, замечали ли вы, но когда речь идет о взаимоотношениях, сегодня я попал в стеснительные обстоятельства. когда речь идет о взаимоотношениях, очень часто, друзья, очень часто есть информация, которая нуждается в открытии. Что-то должно быть обнаружено, замечено, прочитано. Сегодня, друзья, когда вы пойдете домой, ваши дорогие мамочки или те, кто пригласили вас сегодня на праздник, они не только хотят ответить на ваш аппетит, у них есть для вас послание, что-то можно прочитать, помимо вкусного блюда на столе или вкусных пирогов, что-то нужно сегодня прочитать каждому из нас. Иногда, когда жена старается угодить своему мужу, она не просто хочет делать ему что-то приятное, у нее есть послание невысказанное, это то, что должно быть открыто, понято, замечено. Мы можем это сказать аминь. В Рождестве, друзья, в Рождестве есть невысказанное послание Бога к человеку. В Рождестве есть слово для всех нас, которое должно поднять нас который мы должны обнаружить, услышать, отреагировать. Мы прочитали с вами стих «И родила сына своего, первенца, и спелелала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице». Помимо информации, которую мы читаем здесь, здесь так много больше сказано. Да, можно только взять отсюда, окей, было busy time, все отели были заняты, людей не было места, Марии пришлось рождать, где придется, где попало. Но здесь так много скрытой информации, которую нужно для себя открыть, понять, услышать, отреагировать. мы слышим, мы слышим много о Марии, особенно последние годы. Наверное, чем нежнее мы становимся, тем больше мы проповедуем о том, что не надо. Мы часто слышим, как Марии было трудно. Можете представить, и часто проповедники, и вы сами размышляя, думая об Марии, мы думаем, она была беременная на девятом месяце. Можете представить, что значит, я не знаю, это было жарко, холодно, вьюга, солнце, дождь, об этом истории ничего не говорит, но беременная женщина на, наверное, на лучшей машине того времени, которая называлась осленок, преодолевала расстояние вместе с мужем своим, который в 70 миль, где-то так историки посчитывают расстояние, которое должно было преодолеть. И кто-то думает о Марии, как ей было сложно. Я недавно слышал даже одну проповедь пастора, проповедующий, я подумал, почему он об этом проповедует. Его проповедь была мысль свящая, если у вас что-то на Рождество не получилось, может, пирог подгорел, барбекю делали, пересушили мясо, не успели купить подарок, который хотели, не переживайте, Марии тоже были в Рождестве неудобства. И я думаю, до чего мы дожились? От чего мы дожились? Мы все переводим порой на личный свой смысл. Мы думаем о таких вещах, которых Библия, и я задумался, почему пастори это проповедуют, наверное, это люди хотят слышать. Второе, в Библии о Марии, как ей было сложно, вообще ни одного слова не написано. В Библии ни одного слова не написано, что когда Мария взяла на руки своего сыночка, она не думала, что я рожала где-то, не в госпитале, без уколов, без болезней. И хотелось бы сына своего тоже, как и все, положить в лучшую колясочку. В Библии об этом не написано. И вот, что я подумал, возможно, да, она была такой человек, как мы, она имела точно чувства материнские, как мы, ей было тоже трудно, но, наверное, она что-то услышала. Она услышала весь Рождество, что-то подняло ее выше, что-то помогло ей не заметить трудности. Вы знаете, есть вдохновение, есть откровение, есть Слово Божье, которое поднимает нас выше трудностей. И правда ли так бывает в нашей жизни? Один трудится, и у него в жизни столько сложностей. Другого перед собранием сын разлил молоко на кухне, в собрание не пришел, потому что трагедия случилась. Кажется, как люди реагируют на обстоятельства. Мария, Мария, не написано ни одного слова, и я считаю, что она что-то услышала. То, что помогло ей преодолеть все трудности, и не только трудности, но сделала ее жизнь праздником. Поэтому я хотел бы предложить для вас четыре вещи, четыре послания, которые есть в вести Рождества, которые помогут и нам, как помогут и Марии жить жизнью благословенно. Первое, первое, вы помните, оно, Мария что-то увидела в Боге. Сегодня брат Василий об этом читал, когда ангел явился Захарии. Помните, он, это был священник, он по своему череду, своей чередой служил в храме. И когда он зашел, чтобы кадить, то есть приносить благоуоние, благоухание пред Божьим присутствием, вдруг явился ему ангел, сказал Захария, молитвы твои и прошения твои пришли пред Господом, и вот в тебя родится сын, и ты назовешь имя ему Иоанн. Знаете, вот здесь, даже в этих словах нужно что-то прочесть для себя. Знаете, что обозначает имя Иоанн? Иоанн означает Иегова щедрый даятель. Бог, друзья, хотел, и мне кажется, это то, что услышала Мария, что Бог, который есть Иегова, Он является щедрым даятелем. Он не только хотел дать подарок, Он не просто хотел отделаться для человека, что-то сделать для них приятное и доброе, это было рождение Иисуса, это было откровение сердца всемогущего, доброго даятеля, который есть Бог всемогущий, аллилуйя. Мария понимала, если Бог дает своего Сына на землю, это значит, Он всегда добрый даятель, аллилуйя. Мне кажется, то, что окреляло ей, помогало ей жить, двигаться, превозмогать ей трудности, она понимала, что Бог есть Бог, который есть добрый даятель, аллилуйя. Здесь, говорится, речь идет мне просто о подарке, о состоянии Божьего сердца, о Его природе, кто Он есть. Дорогой христианин, я не знаю, какое в тебя сложилось мнение, да, разумом у нас есть одно мнение, в сердце у нас иногда бывает другое мнение, но когда в сердце наше есть познание Бога, который есть добрый, благо, даятель, это поможет каждому из нас жить жизнью, преодолевая все трудности, если вы в это верите, скажите Аминь. Второе, что заметила Мария, услышала в Боге, прочитала, получила откровение, ценила, наверное, этим, то, что Бог есть автор великой истории. Когда ангел явился Марии, Он ей сказал словам, когда через Елизавету она говорила, когда ее уста пророчествовали в доме Елизавете, она услышала что-то, она увидела, что Бог есть Бог великой истории, а значит, Бог есть Бог великой судьбы, аллилуйя. Мне кажется, Мария увидела великую картину, что от начала человечества, это прошло почти четыре тысячи лет на то время. Бог что-то великое творит на земле. Она нашла в своем сердце успокоение, что я могу отдаться, я могу довериться Богу, который есть Бог, вершитель великой судьбы, аллилуйя, Господу, слава. Мне кажется, что это так нужно сегодня. Мне кажется, что каждому важному из нас сегодня мы ищем судьбу. Люди сегодня находятся в каком-то, знаете, вот, особенно мир попытался помрачить разум. Даже когда рождается сегодня мальчик и девочка, мир говорит, слышишь, ты ему не говори, кто он есть. Он должен сам это обнаружить. Жизнь без Бога, это жизнь, это просто помешательство, это быть потерянным человеком. Но Мария поняла следующее, что если ты хочешь великой судьбы, ты должен найти себя в Боге. Аллилуйя. Потому что Бог, Он не только вершитель великой истории, но есть Бог, который совершает великую судьбу. Аллилуйя. Знаете, ей было очень, мне кажется, просто, сложно, но просто довериться к Богу, который есть вершитель великой судьбы. Аллилуйя. Молодые люди, вы часто пытаетесь найти себя. Есть даже такое выражение, найти себя, я хочу понять, кто я. Мой вам призыв, в Рождестве есть для вас слово, найди себя в Боге, потому что Бог есть вершитель великой судьбой. Он не играет в один день, Он не приносит одно благословение. Бог может сделать твою жизнь огромным благословением. Вы помните, когда Мария была в доме Елизаветы и исполнилась Духом Святым, она говорит, теперь меня будут, что будут? Ублажать меня кто? Все народы. Можете представить, что почувствовала Мария? Мария почувствовала, я обычная девушка. Живущая в незначительном городе Израиля. И Бог делает мою жизнь великой жизнью. Нет, не меня великой, но жизнь мою великой. Аллилуйя. Потому что Бог есть вершитель великой судьбы. Аллилуйя, Господу слава. Пусть весь Рождество будет понято тобой сегодня и принято тобой. Третье. Послание Рождества это послание о благодать. Ангел, явившийся Марии, он сказал, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. мы живем в то время, когда часто есть много непонимания по отношению благодати. Что такое благодать? Что разрешает нам благодать? Какие привилегии дает нам благодать? На самом деле Мария об этом не думала. Мне кажется, когда она шла, действительно ей было, наверное, сложно. И не наверное, а точно сложно. будучи в положении в таком периоде своего времени, преодолевая такое расстояние, имея роды в самых необычных условиях, Мария, наверное, там понимала, что такое благодать. Благодать это не где ты родишь. Мы иногда считаем, что благодать это когда все хорошо прошло, не больно было, удобно было, доктор был приветливый, но медсестры не отходили, а палата была двойная. Мы называем иногда это благодатью. Личные удобства мы иногда называем благодатью. Мария поняла, нигде ты родишь является благодатью, а кого ты родишь, в этом есть благодать. Кто произойдет от тебя, в этом есть величественная благодать. Аллилуйя Господу славу. Благодать это не то, кто ты в своих глазах. Благодать это, что Бог может сделать через твою жизнь. Аллилуйя. А Бог может сделать тебя праведником, а Бог может сделать тебя верующим, а Бог может сделать тебя жертвенным, а Бог может сделать тебя служителем, а Бог может сделать тебя пастором, апостолом, епископом, учителем. Бог может сделать тебя. Аллилуйя! В этом есть сущность благодати. Через простую девушку Бог открывает, Бог дал ей понять, что такое благодать. На жизнь Марии пришлось немало переживаний. Не только при рождении, не только когда нужно было бежать, не только когда мальчики были уничтожены в целом поселении. И даже тогда, когда его распинали, но она знала, что такое благодать. Аллилуйя! Пусть Бог укрепит ваше сердце откровением благодати. И последнее, Мария понимала драгоценность слова. Заметьте, написано она, мы читали с вами, Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Дорогая церковь, братья и сестры, я хотел бы, чтобы в этот рождественский день мы научились что-то у Марии. Когда явился, мне кажется, ей ангел, и когда он ей провозгласил слова, у Бога не бывает без силы ни одно слово. это было достаточно. Мария не ходила на библейские курсы. Она не приходила каждое воскресенье в собрание. Она не была обучаемой, родители ее не были людьми, которые проповедовали ей Библию каждый день. Да, она жила среди народа, Израиля. Но вдруг, когда явился ей ангел, и в простых словах сказал, Мария, у Бога не бывает бессильным ни одно слово. То, что сказано, то будет сделано. С этого времени она оценила каждым словом. Написано, она сохраняла и слаживала. Сердце – это есть тайник. Сердце – это есть сокровищница. Сердце – это есть то, где можно что-то сокрыть драгоценное. И когда там сокрывается слово в жизни Марии, которая поняла весь Рождество, которая услышала весь Рождество, которая доверилась Богу, говорящему в ее жизнь. Аллилуйя! Господу слава! Она слаживала слова. Какие слова она слаживала? И вот начнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца. Мне кажется, когда пеленала своего сына, ложила не в кроватку, а в ясли, то ее сердце помнили эти слова. Зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова, во веки царству его не будет конца. Я вижу картину. Хочу предложить вам, чтобы вы посмотрели вместе. Когда материнское сердце смотрело на убогие, нет, это не новенькие, нет, это не такие ясли, которые показывают в церквях. Это место, где ложили корм животным. Когда ложила на младенца, я думаю, что она видела, слышала, говорила ее сердце, не убогих яслях. Он будет сыном Всевышнего. Аллилуйя! Он будет велик. Его царством не будет конца. Аллилуйя! Над домом Иакова, и вовеки не прекратится царство его. Аллилуйя! 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 Она помнила те слова, которые пророчивала сама себя. Что сотворил мне величие, величие сильное, свято имя его, и милость его в роды родов, к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлений сердца их, не изложил сильных с престолов, вознес смиренных, алчащих исполнил благ, и богатящихся отпугучил ничем. Воспринял Израиля отрока своего. Своего вспоминал милость, как говорил отца нашим, Аврааму, из семи его до века. слагала Мария, хранила Мария драгоценные слова в сердце. Аллилуйя! Вот почему ее сердце, вот почему ее жизнь, вот почему она смогла, вот почему, где укрепил ее Господь, вот почему ее жизнь является примером для многих сегодня, потому что в сердце своем, помимо того, что она увидела, кто есть Господь, помимо того, что она увидела, что Он есть вершитель великой судьбы, помимо того, что она узнала, что такое благодать, она поняла драгоценность и силу Его Слова. Мы будем молиться. Я бы очень хотел бы, чтобы Господь сегодня обратил, помог каждому из нас во нашем сердце. по-настоящему быть людьми Божьего праздника. Аллилуйя! По-настоящему знать Бога, Который есть даятель, щедрый даятель. По-настоящему видеть Бога, лично видеть Бога, как Бога-вершителя великой судьбы и великой истории. Хочу вам сказать, что еще не закончилось. То, что делает Бог, еще не закончилось. Аллилуйя! Это только начало. Это только начало. Если бы мы с вами только видели, что делает Бог, если бы мы могли позволить нашим мечтам, нашей верой, основываясь на Священном Писании, увидеть то, что делает Бог, я думаю, что на земле или в трудностях, или в радостях наше сердце, оно поднималось бы выше всех трудностей, чтобы радоваться Господе. Аллилуйя! Ему слава! Давайте поднимемся. Мы будем совершать заключительную молитву. Друзья, можем на мгновение забыть о всем на земле. Можем ли мы сегодня почувствовать на себе взор Вседержителя, взор Отца Небесного, Бога, Который послал на землю Своего Сына? Да, мы выражали сегодня торжество в пении, в словословиях, но я хотел бы обратиться к тебе, чтобы сегодня в этой молитве ты нашел в себе вдохновение, дизгновение, полноту веры, жажду, желание, чтобы ты мог воздать Ему славу, которую Он достоин. И, конечно же, позволить Ему прикоснуться к твоему сердцу. Я молюсь, чтобы Дух Святой сегодня проговорил тебе через эти четыре истины, которых мы видим в рождении Иисуса Христа. Чтобы наше сердце с вами, оно получило, приняло от Бога силу и могло двигаться дальше в Божьей воле. Отец, мы приходим к тебе сегодня с молитвой. Аллелухи! Аллелухи! Имя Твое благословенное, Имя Твое прославленное, Имя Твое великое, Имя Твое славное, Имя Твое могущественное, Имя Твое святое. Аллелухи! Слава! Слава! Аллелухи! Слава! Слава тебе, Господь, наш слава! Тебе слава и честь! Аллелухи! 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 Господь, в этот рождественский день, когда мы все вспоминаем Твое рождение на земле, слава Тебе, Господь, мы приходим с нашим искренним сердцем, восхищением, восторгом, верой, дезиновением, Господь, приносим Тебе всю хвалу, всю славу, всю честь, великому, славному, могущественному Богу, аллилуйя, слава, 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 Господи, наше сердце наполнено неким блаженством, но мы также осознаем, Господи, что мы, живя на земле, особенно в последнее время, время изобилия и роскоши, мы понимаем, Господи, что нам стало сложнее радоваться, нам стало труднее фокусировать наш взор, так много тех вещей, которые на земле отвлекают нас, удручают нас, пленяет наше сердце, но, Господи, сегодня мы хотим попросить Тебя действия Твоего откровения, Господи, я прошу Тебя действия откровения на всю церковь, я очень прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня каждый почувствовал это откровение, что Ты есть Бог, Ты есть Бог, Который есть даятель, щедрый даятель, и это не просто одноразовое какое действие, это Твоя природа, это то, что есть в Твоем сердце, это то, кто Ты есть всегда, Господи, всегда, Господи. Помоги нам, Господи, видеть Тебя, совершающим великую историю, прославляющий Твое имя в ежедневной жизни, но также на протяжении тысячелетий. Ты строишь город, Ты созидаешь царство, Ты совершаешь, приводишь все новяки Твоих в совершенство, Ты есть Бог всесильный, Ты созидающий судьбу. Помоги нам, Господи, ценить Твою благодать. Помоги нам, Господи, дорожить и слагать Твое Слово, чтобы и нам, Господи, не быть привязанным к земле, но найти в себя внутри, в духе вдохновения и силу, Господи, побеждать, превозмогать. Господи, поэтому именем Твоим благословляю весь Твой народ, всю церковь, от малого до великого, да будет благословен народ Твой. Там будет благословен народ Твой, ибо Ты, Бог, ищедрый даятель, ибо Ты вершитель судьбы, ибо Твоя благодать превыше всего, ибо, Господь, Твое Слово, оно исполнится и имеет силу, и дойдет народ в домы свои, и дорадуется в Господе. Твое присутствие Духа Твоего да сопровождает Твой народ во всякое время, а мы за все благодарим Тебя и славим Тебя. Честь Тебе и поклонение во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Леб наш насущий, подаваемый на каждый день, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лука, ибо Твое есть царство, и сил, и слава вовеки. Аминь. Еще присядьте буквально на несколько минут, мы хотим совершить молитву за нужды, но хотел бы сделать еще одно короткое объявление. Значит, завтра у нас будет праздничное вечернее служение, поэтому приглашаю вас также пройти в служение, вечернее служение сегодня не будет, это будет праздник по домам, пусть Бог благословит вас. Хочу также напомнить, что славянский дистрик Ассамблеи Божьей поздравляет также нас сегодня с Рождеством, и прислали нам годовые свои журналы, правда, в очень ограниченном количестве, поэтому фойе вы можете взять, там их не так много, наверное, экземпляров 20-30, поэтому, кто сегодня будет удачником, тот сможет взять себе такой журнал домой. Также хочу сделать объявление по отношению новогодних служений. Значит, новогодние служения у нас будут 31 числа, в 7 часов вечера у нас будет такое собрание благодарности здесь, в этом зале, и прошу, чтобы вы нашли время, даже если вы будете праздновать в ваших домах или с друзьями, все равно в 7 часов придите в служение, чтобы мы могли поклониться Господу. А в воскресенье 1 января мы будем иметь служение на 12 часов, одно служение, двух потоков, учитывая, что кто-то не сможет найти в себе вдохновение, а дай Бог, чтобы все нашли. Поэтому пусть Бог благословит вас. А сейчас брат Владимир, он зачитает нужды, и мы совершим молитву, и на этом наше служение будет завершено. Мы пели такой гимн, выражали такие слова. «Радуйся, мир! Христос рожден!» И есть такие слова, и нарекут имя Ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Слава Господу! Будьте благословенны! Пусть эта радость будет в ваших сердцах. Сегодня я еще прочитаю нужды, и мы помолимся, и будем расходиться по домам. Дорогая церковь, просим благословить молитвой наших любимых, маму и папу. У них сегодня юбилей, 45 лет совместной жизни, сердечно благодарят дети. 45 совместной жизни. Пожалуйста, выходите сюда наперед, будем молиться за вас. Поддержите нас в благодатственной молитве за драгоценный подарок нам от Бога, нашу доченьку Маланку. Ей сегодня три года. Благодарить семья Федорчук. Две такие записки, тоже одинакового содержания. Я уже другую читать не буду. Дорогая церковь, прошу, благословите мою жену Людмилу Конопадскую. У нее сегодня день рождения. Ваш брат Василий Конопадский просит, чтобы помолились. И также молитвенная группа поздравляет Людмилу Конопадскую с днем рождения. И желаем, чтобы она и дальше подвязалась с нами за дело Божие. Молитвенная группа. Да услышит Господь в эти радостные дни его рождение о моей любе и даст ей исцеление, просит ее муж. Дорогая церковь, прошу, помолитесь Господу, чтобы Господь исцелил мой глаз. Сестра Катя просит. Дорогая церковь, прошу вас, помолитесь за моих деток, чтобы они все стремились к Господу и служили Ему. Мама просит. Просим церковь, помолитесь за нашего сына, чтобы Бог сделал свою работу в его сердце, и он пришел к Господу. Родители просят. Поэтому давайте мы помолимся за эти нужды. А именинники, пожалуйста, пройдите наперед. Пожалуйста, еще. Брат Василий. Помолимся, да. Пусть Бог благословит. Молимся, братья и сестры. Наш любящий Отец, мы сегодня стоим пред лицем Твоим. Мы умоляем Тебя и просим Тебя, чтобы Твоя милость и благословение Твое было в это время, сегодня, в этот день. Благослови, Господь. Мы благословляем эту семью, которые прожили вместе 45 лет совместной жизни. Слава Тебе за это, что Ты их оберегал, их хранил, и помогал, и заботился. Мы благодарим, Господи, за рождение Миланки. Благослови ее, эту маленькую девочку. Благослови, Господь, ее. И мы сегодня благодарим за Люду Конопадскую, Господи. Благослови, она имеет день рождения. Поэтому пусть Твоя рука милости, благословение Твое, да не отойдет от нее, и от дома ее. Пусть сила Твоя и благословение пребывает в этом доме. Господи, просим Тебя, Боже мой, муж нуждается за исцеление своей жены Любы. Господи, пусть эта радость придет в ее сердце. Этот радостный день благослови, Господь, и услышь, и исцели ее, Господь. За сына умоляем Тебя, чтобы он пришел к Тебе. Господь дорогой, пусть Твоя забота будет над этим. И за детей просим также, чтобы они служили Тебе, дорогой любящий отец. Боже мой, еще умоляем, Божий глаз, Ты, видишь, знаешь, исцели этот глаз. Господи, восстанови зрение во имя Иисуса Христа. Да придет милость и благословение и радость в каждое сердце. Мы благодарим за это служение, которое мы имели, за проповедь, за пение, за Господь, что мы могли быть вместе, и мы сегодня могли еще возрадоваться. Поэтому пусть эта радость не кончается. Храни нас, когда мы разойдемся, а Ты будь прославлен. За все Тебе хвала, честь, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 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 Аминь.